Спустя несколько дней после задержания украинских моряков, пытавшихся незаконно пересечь Керченский пролив, стала известна судьба нескольких из них. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде административного ареста сроком до 25 января 2019 года. По крайней мере, именно такое решение принял судья в ходе заседания в отношении Андрея Опрыска, моряка одного из буксиров под названием Яны Капу. Обвинительная сторона подозревает его в совершении тяжкого преступления. Следствие ходатайствует о том, чтобы Андрей Опрыска отбывал наказание по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении государственной границы. За это ему может грозить до 6 лет лишения свободы. Похожего решения обвинительная сторона требует в отношении и других украинских моряков. До окончательного решения Опрыска вместе с другими членами экипажей будет находиться под стражей в следственном изоляторе. При этом адвокат подозреваемого просил назначить украинцу другую меру пресечения, например, домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд отклонил ходатайство защиты, так как у моряка нет жилья, поручителей или постоянного источника дохода в России. Примечательно, что для поддержки подозреваемых из Украины к зданию суда пришли представители запрещенного в Российской Федерации Меджелиса. Мы попытались узнать их точку зрения, однако экстремисты не смогли прокомментировать ситуацию. По крайней мере, на русском языке. Скажите, пожалуйста, что вы считаете по поводу задержания украинских моряков? Можете как-то прокомментировать ситуацию? Мы ничего не считаем. Нет, все, я не могу. 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 А по-русски можно? Я не могу. Я не могу. Сегодня Киевский районный суд Симферополя рассматривал дела лишь половины украинских моряков. Уже завтра судьи приступят к определению меры пресечения для капитанов судов сопредельного государства. Напомним, в 7 утра 25 ноября два артиллерийских катера и буксир под флагами Украины попытались незаконно пересечь Керченский пролив, проход через который осуществляется в разрешительном порядке. Экипаж судов предварительно не уведомил пограничную службу ФСБ России, вследствие чего и был задержан. В связи с этими событиями в 10 областях Украины объявлено военное положение на 30 дней. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.